Всем привет! Вы на канале ОМЗАП. Сегодня у нас поучительная история, как не нужно эксплуатировать корейские полноприводные автомобили. Сегодня у нас такая красотка, Хёнде Стария. Прибыл к нам на эвакуаторе, с проблемой не едет после небольших пробуксовок в сугробах, на льду. Автомобиль прибыл на эвакуаторе, коробка в багажнике. Будем показывать, что в багажнике? Здесь у нас компоненты АКПП, гидротрансформатор, который поедет в ремонт. И, в принципе, все. Остальное это элементы крепежа и раздатка. Напомним, что пробег 20 тысяч автомобилей. Пробег, да. Год 23-й и пробег 20 тысяч километров. Заехал немножко побуксовать в сугробе. Сейчас пройдем в цех, да, и... Пройдем в цех, да, коробка разобрана. Частично. И посмотрим, что у нас там. Результаты дефектовки. Сразу в глаза бросается сгоревший пакет low and reverse. Он работает у нас на нейтрале, паркинге и первой передаче. А, реверсе на задней передаче. Сейчас покажем, как это все дело в движении. Это часть насоса. В ней же поршень, который этот элемент сжимает. Так вот положим сюда. Да? Так, держи. Вот так вот это дело работает, когда все нормально. То есть сжимается и этот элемент останавливает. Тут у нас получается, что поршень уже вышел на максимум. И создать нужное усилие не может. Диски пробуксовывают. Соответственно... Причину, почему не может создать усилие, мы сейчас посмотрим дальше. Разберем с ними. Весос. По остальным элементам давай еще. По остальным элементам видно, что от перегретых дисков, опять же, как и в истории с палисадом, есть следы перегрева передней планетарки. То есть, видно там следы черные, что железо нагревалось сильно. Как это отразится на ресурсе, не совсем понятно. Вот. Далее это у нас 3.7R муфта. Видно, что температурные какие-то были воздействия, но в целом это все поездит. В идеале это выглядит вот так вот. То есть диски видно, что часть вот эта вот зеленая. То есть она как новая. Свет кофе с молоком должен. Да, да, да. Вот здесь вот видно хорошо. Сейчас мы посмотрим, как я вот этот лову выбираю. Лову он реверс. Лову он реверс. То есть работает на пониженной, на пониженной, да, и на задней. Самый слабенький пакет оказался в этих коробках. Что с палисадом история. Там же он там расплавился прям конкретно. На него получается вся первичная нагрузка идет, да? Ну, вначале, да, как-то. При трогании, как раз при пробуковке. Сразу можно все это дело достать. Показать, что после нагрева вот он пружинить стал, то есть они форму потеряли. А, заткнуло. Да, они как пружина стали все. Вот так вот сугроб расправился с прессованным картоном. Просто все сгорело. И все, ничего не оставать для его места. Вот такая история. Ну, можно подвести итог. Вкратце, прессовать ситуацию, которая ждет автовладельцев. Если они не надо будет перегублять. Да, нужно хотя бы дать немножко остыть всей этой истории на холостом ходу, потарахтеть, чтобы масло охладило все эти железочки. И потом можно опять буксовать дальше. Коробка почти собрана. Осталось виновника туда установить нового. Вот что было, да? Руками прям сжимается вся эта история. Ну, мы показывали, да. После перегрева, да. А это новый. Как бы очевидна разница, как это все. И это руками не сжать. Без последствий. Так. Приступим к установке. Вся этой истории. Первый у нас идет самая толстая пластина. Так называемая reaction plate. По-моему, reaction plate. А верхняя будет pressure plate. У нас. У тебя английский какого уровня? Это интермедиа. Опа. Четко, блин. Просто можешь сжимать уже с расстояния. Вот этот, короче, надо прям, чтобы осталось в этом видео. Ну, в целом-то, по ремонту коробок у нас основное это понимание откуда, что и куда, да? В каком количестве? Ну, для начала принципы, как это все. Как это все, скажем, друг с другом взаимодействует. На самом деле, все просто там. Но у всех производителей по-разному. Кинематические схемы, гидравлические. Так, в общем, установлен у нас пакет low and reverse. Все прям тот самый, да. Который на шестиступенчатых коробках еще дублируется муфтой one-way clutch, так называемый, который только в одну сторону свободно крутится, в другую блокируется. Здесь они почему-то это дело убрали. Верхняя пластина, самая тонкая pressure plate. Остается старой. Что новая, она идет только с коробкой. Пакет отдельно идет. Она еще там по размеру, да? Не, нижняя регулируется толщина. Это у нас просто сделано для насоса, когда достанем. Да, у него у насоса поршень как раз по толщине под нее. Все. Здесь у нас готово. Устанавливаем муфту овердрайв. Оп. Смотри, да, да, да. Интересно, но на заводе так же отрясут, нет ли? Оп, смотри, как. Дома называется, да? Значит, получается, не давал шайбы дистанционные. Давай, я предлагаю провести повторный эксперимент. Сейчас мы прикрутим насос и проведем. Оп. Погоди, погоди, погоди. Видно, как прям выжимает масло. Много отсюда. Ну, тут ход совсем маленький, да? Получается нагрузка больше на диске. Где-то миллиметр свободно. И... Ну, как раз они подгорели, и все, там закончился весь ход поршня. Сейчас прям сдали как надо. АКПП установлено. Автомобиль прогревается. Сейчас прокатимся, проверим движение, все это дело. Ремонт вышел недорогой. Что-то там меньше ста, по-моему. С деталями, с работой, с маслом. Масло дорогое. Так что, можно буксовать дальше. Да, ну повезло, в принципе, да, авто войдет, что один пакет только сгорел, и он не усугубил. Не стал дальше газовать особо, да? А она дальше уже не буксовала, не ехала никуда. Он сгорел, не мог его сжать, и все. Она остановилась. На этом все закончилось. Ростыш корейского автопрома. Запах нового автомобиля. Коврики какие-то сотрения. Крутец тройный. Сразу прям плавненько едет все. Точно сужу, пахнет. А, ну вот. Да, да. Сколько пробег получается? 60? 62. Абв 20 до того, как это бы сняли. А, почему так? Душащие. Ага. Вот здесь, кстати, прогрессивная рейка стоит. То есть я понял, в центре одно передастное соотношение, а, грубо говоря, дальше уже еще быстрее колеса поворачиваются. А, ничего себе. Прикольно, да. Технология. Что, мы сразу налево, наверное? Встывай, да. До заправки проскочим. Так, вторая включилась. Даже непонятно было, что. В Москве погодка новогодняя. Видите, какая? Дождь льет. Прекрасно. Так, не обрызгаем сейчас. Чувствуешь, да? Уже третья даже. Да, прекрасно. Ну, на локоте-то там чуть-чуть и все. Ну, давай здесь прям. Все. Видите, я раз руль повернул, а она уже вон, колеса вышли, как далеко. Но это, ну, это правда, но это только по ощущениям, короче. Так ты не поймешь. Вот во время прям управления чувствуете, насколько круто. На Пикант такая же история, кстати. из вот этого всего, корейского. Все, молодцы, мы починили вот эту коробку, да? Да, сейчас проверим течь и уровень масла, и все. За один день. Ну, не считая ожидания. Простое. Да, то есть подождали еще. Ну, будем прощаться на этом, наверное, да? Да. С Новым годом, поздравляем Терезидент. С наступившим, потому что программа выйдет 1 января. Так. Ну, что я как-то не подраю. Ну, ты поздравляй, снимай в кануле. Всех с наступ... А, все, уже с Новым годом, да? Да, с наступившим. С наступившим 2024. Всем пока. Подписывайтесь, комментируйте. И не буксуйте. И не буксуйте. Ну, хотя можно и буксовать. Не совсем дорого и буксовать. Все. С наступившим. Продолжение следует... Продолжение следует...